Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Оля Рапунцель и Дима Дмитренко отмечают годовщину отношений. Рапунцель пишет, «У нас праздник, но Димочка не может приступить шить платье. У нас все украли. Так грустно и обидно на душе». Ольга Рапунцель недавно вступила в конфликт с Сашей Артемовой. В беседе с Артемовой Рапунцель сказала, что ей сильно нужны средства на свадьбу. А Саша молодая, ей можно и повременить со свадьбой или же сыграть ее за свои деньги. Артемова разгневалась, выгнала Ольгу из дома и даже запретила переходить на их часть острова. Марина Африкантова после выходных в Дубае, наевшись вкусностей, очень сильно поправилась. «Я хочу похудеть», – пишет Марина. «Поэтому сейчас читаю много блогов и статей, как сбросить лишний вес. А пока я питаюсь фруктами и каждый день занимаюсь спортом». Ваня Барзиков рассказал, что Дима Дмитренко оскорбляет на острове девчонок. «Было принято решение давать ремня или откручивать уши», – написал Ваня. «Какие еще варианты есть? поставить его на место». В городских квартирах состоялся очередной отчетный концерт школы актерского мастерства. Ребята ставили сценки в цыганском стиле. Ника Шукурова приглашает к себе на проект парней. «Может, кто-то хочет приехать ко мне на проект и попробовать», – пишет она. После того, как Андрей Чуев заговорил о том, что Ябаров не платит алименты и не занимается воспитанием дочери, Илья решил связаться с бывшей женой. Он захотел помогать своей дочке морально и материально. Посмотрим, что из этого получится. Саша Гозиас и Костя Иванов собрались поехать в Санкт-Петербург. «Я давно там не была», – пишет Гозиас. «Надеюсь на насыщенность поездки и встречу с родственниками». Ксения Бородина сделала новую татуировку. Как вы помните, у нее уже была татуировка с именем старшей дочери Маруси, а теперь она набила еще одно с именем Теоны. «Важный день, твое имя на руке», – пишет Бородина. Вику Романец отстранили от ведения прямого эфира на «Доме-2». Она совершила ошибку. Вика не провела цензуру при чтении сообщения от зрителя и вслух прочла слово «мудак», которое было обращено к Глебу Жемчугову. Хотя поклонники Вики пишут, что она ушла сама, не выдержав в последнем прямом эфире Стёба над ее личной жизнью и обсуждения слухов о романе с Антоном Гусевым. Нелли Ермолаева получила премию «Свадьба года». Девушка поделилась радостью со своими подписчиками. Алиана Устиненко рассказала своим подписчикам, что на новогодние праздники летит к своей семье в Волгоград. «Хочется в это время быть с близкими. Отмечать не буду, как и свой день рождения. Но зато ощущение тепла и безопасности у меня точно будет». Либерж Кпадону рассказала, что Владимир Пресняков-старший хочет записать с ней песню. «Как приятно, что вы обратили на меня внимание и оценили мою любовь к музыке. Для меня будет честью записать с вами песню», – пишет Либерж. Ольга Бузова проводит в Санкт-Петербурге время с семьей. Она публикует новые фотографии. «Берегите и цените своих близких здесь и сейчас», – пишет Бузова. «Теперь буду чаще приезжать в наш родной Питер». А фанаты обвиняют Бузову в мошенничестве. Недавно в своем блоге она разместила рекламу, в которой было заманчивое предложение получить модный телефон. Нашлось много желающих, кто выполнил все условия. Но потом началось самое интересное. Выяснилось, что теперь необходимо отправить 450 рублей по указанному адресу. И все это напоминает не рекламу, а развод доверчивых поклонников на деньги. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.